Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Здравствуйте! В эфире телеканал РЕН-ТВ. Новости Анапы. Регион в студии Ирина Меркурьева. И смотрите сегодня выпуски. Решить жилищный вопрос – реальность. Как власти помогают нуждающимся в квадратных метрах? Последние корректировки. Документы на капремонт бассейна спортшколы «Виктория» проходят согласование в Краснодаре. Сегодня глава города Сергей Сергеев и актив общественной организации «Региональная национально-культурная автономия греков Краснодарского края» приветствовали в нашем городе генерального консула Греции в городе Новороссийске Фрагискоса Кастеленоса. Греческая речь о культуре хорошо знакома и любима анапчанами. Выступления консула слушали с большим вниманием. И Фрагискос Кастеленос, судя по всему, ощущал эту теплоту зала. Год Греции в России, объявленный президентом страны, наполнен множеством значимых и ярких мероприятий, которые пройдут в нашем городе. О том, какими событиями будет наполнен этот год взаимного культурного обмена, рассказала начальник управления культуры Марина Мильникова. Глава города подчеркнул их значимость и степень ответственности за уровень организации. Сегодня перед всеми нами стоит серьезная задача – провести весь комплекс намеченных мероприятий на самом высоком организационном уровне. Я уверен, что у нас для этого есть все силы и возможности. Все фестивали, концерты, соревнования, праздничные и памятные акции, я уверен, пройдут безупречно. Мы их так организуем и проведем. Вернее, правильно будет сказать, вы организуете и проведете, а мы вам поможем. Председатель Анапской местной общественной организации Горгипия Андрей Папандопола акцентировал свое внимание на мероприятия краевого масштаба и пообещал серьезную поддержку. Среди таких мероприятий конкурс «Серебряная лира». Хочется сказать, нашим председателям греческой общины будет проходить, как было сказано, «Серебряная лира». Это, кто не знает, игра на греческом инструменте. Здесь бы хотелось, что для наших победителей, мы подумаем среди наших общин, сделать очень весомый приз. Не просто там игрушка, не просто там что-то, а для того, чтобы мы могли стимулировать нашу молодежь, а сегодня заметно по всему краю, и в Новороссийске, и в Геленджике, и в Краснодаре, молодежь начала подростки тянуться к восстановлению своих традиций для того, чтобы сохранить игру на древнем инструменте. Среди участников встречи присутствовали и выступили председатели национальных автономик городов Сочи, Геленджика, Новороссийска, Крымска, Майкопа и Армавира. В знак нерушимой дружбы и сотрудничества генеральный консул Греции вручил приветственный адрес нашему городу, в который устремляется символическая греческая ладья, дружеского общения и обмена лучшими культурными и спортивными событиями. Программа выдачи жилья очередникам действует. В этом убедилась многодетная семья Мартынюк из станицы Гостогаевской. Долгое ожидание в старом доме закончилось. Теперь они живут в большом двухэтажном особняке. Еще год назад Ольга Мартынюк, одна с семьей детьми, ютилась в маленьком разваливающемся от времени доме. Сегодня от него уже ничего и не осталось. И уже в этом году они получили жилье, где с потолка не капает вода. Радости от переезда в новенький дом со всеми удобствами у детей не было предела. Теперь у них свои комнаты, где наконец-то они могут все сделать так, как захотят сами. Было очень-очень неожиданно. Было очень много радости, потому что по сравнению с тем домом, когда все теснились, в таком возрасте это получить важно свою комнату, свой уголочек. Большое спасибо нашей мамочке, конечно, что она добилась для нашей семьи вот такого дома. Действительно не ожидала. Я когда зашла в дом, ну, я не ожидала такого-то, что будет настолько все отлично. Улучшить свои жилищные условия признается Ольга Мартынюк. И не надеялись. Решение нашли вместе с администрацией города. Провели экспертизу, дом признали аварийным. Долго ждала, да, квартиру я долго ждала, 25 лет. Ну, потом дом стал аварийным, уже вообще я вижу, ремонтирую трещину. Она вот отсделала, она через время опять пошла трещина. Я узнала, что есть программа аварийное жилье и стала просить, чтобы это самое, помогли. Слава Богу, расположил Бог в сердце всех, кто участвовал в этом. Я всем благодарна. Сегодня все хлопоты с переездом позади. В семье Мартынюк теперь намерены все силы бросить на огород. Весна не за горами. И овощи с собственных грядок будут хорошим подспорьем. Жилищный вопрос для многих сегодня стоит на первом месте. В прошлом году при помощи администрации Анапы 49 семей его решили. О том, что делать с людям, которые оказались в безвыходном положении, и что сегодня предпринимают власти в нашем интервью. Жилищная проблема в нашей стране всегда стояла острой. И в муниципальном образовании также город-курорт Анапы она состоит на первом месте. По инициативе главы муниципального образования города-курорт Анапы Сергеева в 2014 году была создана программа по формированию муниципального жилищного фонда. Эта программа создавалась с целью для того, чтобы сократить число очередников, граждан, которые состоят у нас на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях. И таким образом решение жилищной проблемы жителя Анапы. У нас 49 жителей решили свою жилищную проблему. Были выделены и жилые помещения по договору социального найма, и жилье было выделено врачу, которого мы пригласили в наше муниципальное образование. Были предоставлены квартиры детям-сиротам, и в том числе гражданам очередникам, которые состоят у нас на учете. Проектно-сметная документация на капитальный ремонт бассейна спортшколы «Виктория» проходит процедуру ценообразования в крае. Глава Анапы сегодня дал ряд поручений, касающихся предстоящего ремонта. Глава Анапы с очередным объездом. Сегодня в спортшколе «Виктория». Сергей Павлович останавливается на охранном пункте. Воспитанников здесь больше тысячи, и они должны быть в безопасности. А родители сюда внутрь не пропускаете? Ну, если... Если знаете. Если знаете в лицо, то пропускаете. Если не знаете, то... Ну, смотрите. Допустим, вот мы идем, мы ничего не несем. Вот на это тоже обращайте внимание. Сумка, пакет, всю сторону. Рассказывайте, что вы несете, зачем вы идете. Сегодня работа бассейна приостановлена. И в первую очередь из соображений безопасности детей. Капитального ремонта конструкция не видела с момента строительства, а нагрузки испытывает колоссальные. Но занятия продолжаются. Пока по общей физической подготовке. Но скоро решится и вопрос с бассейном. У нас есть устная договоренность с ВДЦ смена. Они в конце марта, в начале апреля будут официально открывать вот этот... Да, да, да. И туда поедут наши дети, там будут заниматься. Проектно-сметная документация готова. Муниципальный бюджет выделит около 9 миллионов рублей. На замену водонесущих коммуникаций, приобретение технологического оборудования и усиление бетонных конструкций. Но претензионную работу к владельцу соседнего участка не прекращать, потребовала глава курорта. Частник должен возместить часть расходов на ремонт, так как своей буквально подрывной деятельностью приложил руку к разрушению помещения. Мы должны сейчас письменно предложить ему провести эти работы. По искам городских властей есть судебное решение привести участок рядом с Викторией в первоначальное состояние. Но коммерсант пытается его обжаловать. Сегодня архитектору задание – публичный сервитут на частную собственность. И все, постановление, и мы смело заходим и работаем. А он пусть оспаривает этот сервитут, но мы зайдем и будем работать. Полицию поставим с той и с той стороны, чтобы рабочим не мешали. И все, если так можно. Как бы ни развивалась ситуация со скандальным застройщиком, бассейн будет отремонтирован. И слова главы не оставляют сомнений. Помочь детям больным раком сегодня мог любой желающий, сдав кровь в городской больнице Анапы. Это акция приурочена к Международному дню детей больных онкологии. Сдать кровь в помощь детям можно будет также 11 февраля в отделении переливания крови больницы города Анапы. Сегодня у нас проходит акция «Капля крови ради жизни». Приглашаем всех ребят, всех студентов, активную рабочую молодежь, которые хотят поделиться своей кровью ради жизни больных ребят, маленьких детей. Акция предполагает в себе сбор денежных средств на лечение больных детей, донорскую акцию. И завершится эта акция огромным флешмобом, где все ребята, студенты, волонтеры города Курорта Анапа выстроятся в большое сердце и отпустят шары в небо, как символ здоровья маленьких детей. Люди неравнодушны к чужой беде, к чужим проблемам. И сегодня у нас пришли студенты Анапского колледжа сферы услуг, волонтеры города, рабочая молодежь, сотрудники управления, организации различных, которые просто пришли сегодня и сдали кровь ради жизни. Проходит благотворительная краевая акция, она ежегодная, проходит она по всему краю, во всех муниципалитетах, собираются денежные средства на лечение больных детей. В городе Курорта Анапа мы собираем каждый день с волонтерами, с боксами, ходим по городу, по центральным улицам, площадям, собираем денежные средства на лечение девочки из города Курорта Анапа Алисы Фоменковой. Маленькая девочка сейчас, к сожалению, имеет очень такое тяжелое заболевание, поэтому ей сейчас необходима помощь и поддержка, которую мы стараемся оказать. Звезды для отелей нужно получить в кратчайшие сроки. С 1 июля этого года по закону, принятому к Чемпионату мира по футболу 2018 года, классификация средств размещения обязательно на всей территории Краснодарского края, как и в других регионах, где пройдет ЧМ. Деятельность тех, кто не получит звезды, будет приостановлена Роспотребнадзором. По словам министра курортов, туризма и олимпийского наследия края Евгения Кудели, около полутора тысяч гостиниц и отелей уже прошли классификацию на звездность в Краснодарском крае. Из них более ста с категориями 4 и 5 звезд. На улице Попанинцев специалисты управления муниципального контроля выявили свалку строительного и бытового мусора. По факту нарушения возбуждено административное производство. Крупногабаритный мусор на придомовых территориях, к сожалению, не редкое явление. Местные власти сегодня призывают граждан проявлять уважение друг к другу и в полной мере выполнять санитарные требования и нормы. Однако некоторые жители продолжают выбрасывать строительный и крупногабаритный мусор прямо на тротуар. Деревянные ящики, доски с гвоздями и прочий крупный мусор перегородил проход по тротуару на улице Попанинцев. При проведении подобной масштабной уборки житель должен сам расстаться с ненужным хламом на всех законных основаниях. Для этого существуют специализированные организации, которые за отдельную плату выполнят все необходимые работы. Порядок и благоустройство, прилегающие к земельному участку территории – обязанность застройщиков, собственников, арендаторов и жителей. В противном случае нарушитель правил благоустройства заплатит штраф. А завершит выпуск прогноз погоды. В среду 10 февраля в Анапе ясно. Температура воздуха днем плюс 6, плюс 9. Ночью до 6 градусов тепла. Ветер юго-восточный 6 метров в секунду. Атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба. Температура морской воды плюс 5 градусов. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Субтитры создавал DimaTorzok